Обрати внимание, на этом мостике находится самоделка из старой мясорубки и старых канализационных труб. Если ты живешь на даче, в деревне или на каком-то участке, где ты разводишь кур, имеются собаки, кошки, то это самоделка для тебя. В моем же случае я применяю для кормления рыб. Давайте посмотрим поближе, что это такое и что оно из себя представляет. Что ты там встал? Иди сюда. Вот рыболовный ящик, в котором установлен механизм. Из этой трубки будет сыпаться еда, комбикорм, зерно. Просто нажимаем на такую кнопку. А что постановить, тоже нажимаем на такую кнопку. Все, подача корма для рыбы произошла. Это, конечно, не идеально. Возможно установить в эту коробку специальное устройство, которое будет в течение определенного времени, там 10 секунд, 15 секунд, подавать еду без моего участия. Как это сделать? Ну, давайте сперва разберем, откроем, посмотрим, как оно устроено. Давайте перейдем в помещение, а то у нас... А то у нас довольно прохладно еще, март месяц, поэтому лучше дома, в тепле, я вам расскажу. Друзья рыбаки, простите, вам, наверное, будет больно от того, что я сделал с рыболовным ящиком, но лучшие решения я для себя не нашел. Вот ящик. Вот отсюда высыпается корм. Вот эта ось, вы увидите, что это такое. Сам ящик немного модернизирован, сделано в нем отверстие под выход корма. Соответственно, подходит провод питания, так как у меня шуруповерт на 220 вольт. Что именно внутри? Давайте посмотрим. Открываем. Черный ящик. Здесь у нас загрузочная камера. Здесь насыпан комбикорм. Всевозможная вкуснятина для рыбы. Сюда я загружаю нашу вкусняшку. Для собак можно корм насыпать какой-нибудь для кошек, а для курей комбикорм тоже. Не обязательно такой ящик использовать, вам необходимо знать только принципы. Итак, далее. Открываем. Что у нас внутри? Внутри у нас ожидает... Вот такая штука. Вот эта емкость не 5-литровая, она 10-литровая. Здесь внутри сделано все по временной схеме, вот на таких деревяшечках. Давай... У нас послушают, слышали, да? Итак... Прежде давайте освободим немножко наш бункер, чтобы я смог разобрать и показать. В этой сборке применяется вот такая умная розетка. Через специальную программу она включается и выключается через Wi-Fi. Но цикл задержки у него максимальный. Это поминутная установка. Не совсем подходит такая умная розетка. На днях придет мне небольшой прибор. Sonoff называется. Там можно выставить время работы 5-10 секунд. Давайте включим в питание и освободим бункер. В данном случае приложение используется Smart Life, а нужен и V-Ring. Допустим, вот у меня имеется кормушечка. Открываю приложение и нажимаю кнопку. Сейчас я подкрутил кое-что, попозже покажу. Все, бункер освободили. Давайте еще раз покажу. Ай, на пол высыпалось. Как вы поняли, вот этот бункер освобождается. Ух, тяжело. Выдрал. Здесь вот этот идеально входит под 50-й диаметр. Прям крепко-крепко, только как. Вы видели, не тащил. Вот все устройство. Итак. Надо провернуть. Вот оно. Главное. Шнек. Шнек, который достался мне бесплатно. Не нужно покупать где-то за отдельные деньги. Ну, этот шуруповерт у меня был. Я буду переводить на 12-ти вольтовый шуруповерт. Далее. Само устройство. Здесь ничего сложного. Давайте посмотрим, что здесь вообще такое. Вот он. Вот это у него передняя часть. Вот эту шпильку я закрутил сюда, отрезав заранее болт. Итак. Сюда у нас вставляется готовый зажим. То есть, не надо тоже ничего мудрить. Шуруповерт в этом деле вообще красота. Зажимаем. Без проблем. То есть, ничего не нужно подгонять. Хорошенько затягиваем. Здесь у шнека была плоскость. Ну, это задняя часть. Срезала, чтобы корм выкидывался. А вот эта шпилька нужна, знаете, для чего? Сейчас покажу. Когда мы его вставляем в канализационные трубы, нам нужно, чтобы немножко центровалось. Но центровалось, чтобы немножко, чтобы была небольшая вибрация. Чтобы была небольшая вибрация. Чтобы из бункера немного вытряхался комбикорм. Сюда сыпется, отсюда высыпается. Проще некуда. Еще я это разместил в этом ящике. Далее что? Я поменяю шуруповерт. На вот такой аккумуляторный. Это сетевой шуруповерт. Покупался ранее в светофоре. А вот такой аккумуляторный будет стоять у меня в ящике вместо этого. Почему я хочу поменять? Дело в том, что такой шуруповерт более безопасный, я думаю. У него на малых оборотах он будет развивать необходимую нам мощность. Соответственно, питание тоже будет подключено вот таким образом. Если вдруг шнек застрянет, то я установлю вот эту прищетку на более мягкий режим. Чтобы он не ломал мне всю конструкцию, а просто протрещал и не выдавал еду для моей рыбки, на которую я буду охотиться попозже. Ну все, ожидаем контроллер санов. Устанавливаем по секундную подачу еды. 10-5 секунд. И вот вам конструкция еще раз. Проще некуда. Пользуйтесь, устанавливайте свои курятники. Кормите своих кошек, собак. Сделайте вот такую штуку. И наверняка будете довольны. Ставь лайк этому видео, если оно было для тебя полезным.